Девушки отдыхают Три дурака полетели в Сургут Купили самый дешевый в России Форт Мустанца 500 тысяч рублей И попытались на нем доехать до Москвы И он сдол в Челябинск Мы бросили его там, прилетели в Москву И вроде бы все, конец истории Но нет Так просто Это мы не могли оставить Вот что, блядь, не так с этой тачкой? Я сейчас врублю у нее несколько сотен Тысяч рублей А у нее через какое-то время полетит, например, двигатель Видимо, у нас пи***ть будет Техаская резина дезапилла какая-то Надо было его кидать на эвакуатор и сразу везти Что, блядь, ей надо? Обещано, что эта машина приедет прямо к нашему дому Мы за это заплатили достаточно большие деньги А нам просто набрали и сказали, что выгрузили ее где-то в Подмосковье Чувак, мы вернулись в Челябинск Посмотри вот туда Мы просто с хомяком выходим, но это тот же самый Челябинск Ничего не изменилось Такое чувство, что не мустанг переместился в пространство, а мы перенеслись Просто выходим Такая же промзона, собака другую собаку доедает Идем, голуби какие-то Как будто у нас сейчас реально гопнут А кто это-то у нас? Немножко грязно У меня такое чувство Вот это Асиф, он замечателен и красив Ты рад? Чувак, ну как? Понимаешь, это продолжение истории, наконец-то Я вот сейчас ехал в тачке Я подумал обо всем Вот у меня почему-то радость Просто внутри реально что-то засело Я не знаю, не могу с этим побороться Мне кажется, эффект незаконченного действия Когда мне Дима сказал, что у него негативные эмоции Это было естественно Потому что он очень сильно хотел эту машину Потом она, можно сказать, подвела нас И у него даже были мысли ее бросить Блин, твою мать, ну чувак, чувак Как ты посерел Как ты посерел? Как там у тебя, блядь? Что ты его так не любишь? Да внуки, в конце не люблю, люблю его, ну просто Блядь Это как, знаешь, это как с девушкой любимой Вот ты ее такой Она как сука себя ведет И ты такой, да ужок ты тварь А какого хера ты в Сургуте так не делал? Так она же не поехала, всего лишь завелась пока Хотя с другой стороны мы сами виноваты Мы просто купили тачку за 500 тысяч Ничего не проверили И просто тупо поехали 3000 км на чем мы рассчитывали Вообще непонятно Но в принципе я предполагал, что она сдохнет по пути Реально чудес не бывает Давай еще звонить в компании по эвакуаторам Будем забирать говно В тот момент, когда мы договор подписывали Потом где-то восьмера за бензин Мы потратили 4000 на эвакуаторы в Челябинске Мы потратили 15 в автосервисе в Челябинске Мы потратили 30 косых, чтобы его доставить в Москву И еще посчитай 15 тысяч на перелеты из Челябинска в Москву Сколько получается в итоге? 595 тысяч 600 косых Мы получается уже дополнительно вкинули 95 тысяч Просто так Видимо нас пиздец будет Снимаете, да? Сейчас нас будет ногами тирать Стоим и разговариваем возле Мустанга Вроде все нормально И тут из-за угла выезжает черный Мерседес И едет прямиком к нам У меня в голове что-то сверхъестественное творилось Потому что я посмотрел по сторонам Я понял, что это какая-то жесткая промзона Где какой-то металлолом Что-то незаконное, возможно, происходит И мы все это снимали Я вот стою и молюсь, что все прошло хорошо Но 100% будет какая-то заработка Видимо нас пиздец будет Снимаете, да? Сейчас нас будет ногами тирать Добрый день А скажите мне, пожалуйста, кто вы тут снимаете? Кто вы такие? Мы в Челябинске просто приехали Мы ее купили за 500 тысяч В Сургутске Хотя она стоит в среднем миллион-полтора Мы на ней поехали до Москвы Она сдохнула у нас в Челябинске И... А мы вот не улыбались в этот момент Ну и вот Надо же было смотреть Вы же должны понимать Правильно же говорят Что бесплатно все потом ушло Если реальная цена миллион И вдруг почему-то отдают за 500 Вопрос не возникает разница? У нас возник Просто понимаете это У нас было только 500 тысяч Больше ничего не было Поражают ситуации, которые могут в секунду поменяться Вот вроде минуту назад мы думали Что к нам едет сейчас черный Мерседес Нас заберет с собой И везет в лесок закапывать, да? А тут мы с этим чуваком просто стоим И говорим о каких-то просто невероятно интересных вещах Все покупали Там в Японии она стоила 100-150 долларов Машина любая И все начали покупать Все покупали Ну 100 долларов, ехта Да, это... Я купил сервиз, помню, чайный Он мне до сих пор Да я говорю в жопу тачки В следующий раз Купим сервиз просто Можно потратить тысячу рублей на трос и Плавно-плавно-плавно Так стоп, подожди Хочешь сказать Мы сейчас Поехали забирать мустанг Ты его изначально Планировал забирать на машине Другой И ты не взял трос Нет У меня все люди спрашивают, типа, как так можно? Ребят, мы рукожопы просто. Что я могу сказать? Ладно, поехали за тросом тогда. Мы его опять оставляем. Поксировочный трос. Ау! Наклейку будем вешать? Ребят, вот действительно все сейчас круто поменялось. Солнце вышло, погода другая, настроение совершенно прекрасное. Мустанг в Москве, мы всей командой тут. Наконец-то купили буксировочный трос. И вот сейчас я прям чувствую, что все пойдет по маслу. Куда его цепляют? Чувак, походу, некуда его цеплять. Ёб твою мать! Вот почему? А что, мы сразу это не посмотрели? Я не понимаю. Мы потратили сейчас ёбанный час на то, чтобы, блядь, поехать за этим тросом санным. Приехать, значит, зацепить его за другую тачку, подогнать тачку. И вуаляк, блядь, нет, 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 что цеплять. Вообще, вот. Так, ну у него работает третий. Может быть, без этого геймера спокойненько 40 км в час доберемся. Пизда, ну сколько она, 40 км в час будет ехать? Да. Ну, а, ну, мы уже и так время просрали дофига. Ну, давайте пробовать еще. Ой, блядь! Так, ребят, это у него так передача включается. Момент истины. Ах, блядь, плохая эта затея. Реально плохая. Ну, слушай, у меня вот жопа чует, что если мы сейчас так поедем в Москву, мы встанем около МКАДа. Хер с ним, поехали так. Да, ну, какая разница, все равно коробку бедет. Ну, поехали. У тебя нет вывода, у тебя нет вывода, кроме как довести, значит, до и до конца. У тебя нет вывода, у тебя нет вывода, кроме как довести, значит, до и до конца. У них что, только что провода порвалось? Да, трос порвался. Может, свой дадим? Ну, да. Вы там вяжете, что ли? Может, нормальный дать вам? Спасибо. Спасибо. Давай сюда. Вы понимаете, что вот как, как это сошлось, что среди тысяч машин именно мы встретились. Ребята, которые просто так купили трос и ребята, у которых он порвался. Вот в один момент, в одном месте на дороге, понимаете? Вот это очень показательная ситуация. Вот если бы даже камер не было, мы все равно так сделаем. Потому что лично мы считаем, что если у кого-то на дороге что-то происходит, да, легче всего просто взять, закрыть глаза и проехать мимо. Но когда у людей какое-то горе, у людей какие-то трудности, остановитесь, помогите, чем сможете. Потому что, ну, это делает вас людьми. Да, мы купили этот трос, да, он нам не пригодился. Но он стоит 300 рублей, отдайте его. Это же так просто. Но вы поможете людям. А вот это бесценно. Ты дома, малыш? Ну что, официально в Москве. Официально его надо чинить, чувак. Знаешь, что бы я ни говорил, я очень рад, что ты дома. Общается? Как только мы довезли машину до нашей студии, началась новая жопа. Окей, когда мы сломались в Челябинске, Ford Mustang для Челябы это редкая тачка. Понятно, что ни один сервис, кроме одного, нас не принял. Но в Москве-то какого хера творится? Я не понимаю искренне этой ситуации. Мы полдня обзванивали автосервисом. Одним набираешь, который профильный, по Мустангу, они такие, а у нас запись на полгода вперед. Скольнуть месяца через два надо будет. Другим набираешь, они, ой, Ford Mustang 2005 года, мы не знаем, что с ним делать. Мы полдня искали автосервис. Да, мы его нашли, но почему-то ребята сразу же нам сказали, окей, хорошо, приезжайте. А, служба... Если через час подъедете, будет удобно. Все, проблем нету. По телефону толком не было понятно, что случилось с автомобилем, что произошло. А, смотри, схема такая. Мы поехали в Сургут, купили его за 500 тысяч рублей. В Сургуте, да? А почему вы улыбаетесь? Я представляю Ford Mustang, Сургут, и, соответственно, до дороги до Москвы порядка 3000 километров, если не больше, да? Я так понимаю, что он не доехал. Вам в битву экстрасенсов не надо, я так вам скажу. Добрый день, Дима. Вам нужно снимать весь процесс, съемку, установку, разборку, сборку, диктовку. Особенно диктовку. Долгий процесс. Что такое диктовка? Спасибо большое вам. Пожалуйста, выйдите. Надеюсь, вы реанимируете нашего друга. Ну, не так страшно, как и кажется. Я думал, что сейчас прямо здесь начнемся какие-нибудь траблы. Сейчас, подожди. Нам еще счет не выставили. Самое главное – этот момент. Магомед, он сейчас будет делать диагностику электронную. Посмотрим сначала, что за ошибки. По коробке, по двигателю почитаем, потому что там в коробке внутри стоит электронный блок управления. Может быть, с ним какие-то проблемы заранее, чтобы знать. Это что, столько ошибок? Это мелкие электронные несправности, которые мы подверяем, по стеклоподъемникам. Машина, походу, была битая. Здесь ошибки по подушкам безопасности, по реню. А так, по коробке электронных ошибок нет. Подожди, это все, можно сказать, она была битая? В общем, все, мы сейчас поднимаем мустанг и будем смотреть уже, что с его механическими частями. Да, давай, поехали. Блин, я просто охренел. Масло краснющее, как кровь, просто выливается, вытекает все оттуда. Разобрали ее, там как будто мозг в разрезе. Это просто как техасская резная бензопила какая-то. Многим этот вопрос задаю. Подскажите, пожалуйста, по шкале от 1 до 10, какие ему дураки, что купили Ford Mustang 2005 года за 500 тысяч рублей? Если вы хотите его довести до дела, то отличная цена. Если вот купили и ездить, ну, надо чуть-чуть вложить и будет ездить. А, чуть-чуть, ты сейчас расскажешь. Сейчас скажу. Что лучше было? Купить сразу подороже, либо покупать дерьмище, с ним драться и потом его еще ремонтировать? Вот, 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 как бы главный вопрос. Вот до сих пор, как я тебе утром говорил, у меня вот этот негатив внутри сидит. И если мне сейчас насчитают еще... Блин, а мне насчитают 100%. Ну, не может, ну, не может это говнище... Ну, сколько стоит? Я не буду говорить. Ты знаешь, что? Ну, нет. Ну, примерно, тупо. 109 тысяч 540 рублей. 109 тысяч. 540 рублей. Идеальная цена для идеальной машины. Вот такие эмоции у меня были, ребят. 109 тысяч. Только за коротку. У меня такое ощущение, что после этого он меня выгонит. Ничего не хочется говорить. Ты понимаешь, что это... Ты попал на очень круглую сумму денег. Проект становится дороже и дороже. Мечта все дороже. И мне непонятно, где себе потолок вообще у этого. Блин, 109 косарей. 100 на*** 9 косарей. За то, чтобы починить только коробку. И это причем никто не дает какой-то гарантии, что еще где-то у него косяка нет. Я сейчас в рублю у нее несколько сотен тысяч рублей. А у нее через какое-то время полетит, например, двигатель. Мы дождались. Самое время прокатиться на Мустанге. Сегодня его, надеюсь, закончится. Мы заведем. И, наконец-то, он поедет по Москве. Ребята, если вы что-то долго делали, вы помните вот эту эйфорию, которая настает, когда вы все-таки завершаете процесс. Это просто нереально круто. Гриш, у нас летняя резина же стоит на нем. Мы как поедем-то оттуда? Вот сука. Мы купили Мустанг за 500 тысяч. Это вот эти дебилы. Да, вы смотрели. Смотрел же, я знаю, смотрел. Чистенькая, красивая. Надеюсь, работает. Оп, оп, оп. Знаешь, что, если тут цепляются тросики, ты когда коробку включаешь, она тынь-тынь-тынь. Чик-чик. Просто сломал. Сломал. Я искренне счастлив, что впрягся в этот большой проект, потому что он получается действительно каким-то душевным. И он мне реально нравится. Не знаю, у меня какой-то заряд позитива внутри. Он борет то самое негативное чувство. И я искренне считаю, что все у нас будет. Все, Сань, могу уезжать? А, блин! Что это было сейчас? Что, тяги нет? Очень обидно за ребят было, которые чинили машину столько времени, потратили свои силы впустую. Не зря, конечно. Они все-таки что-то там допоменяли. Нашли проблемы на будущее, которые могли бы проявиться позже. Но основная проблема не была решена. И, ну, это очень плохо. Это очень плохо. Сука, блядь! Вот что, блядь, не так с этой тачкой? А? Ее сейчас перебрали одни из лучших мастеров в Москве. И она, блядь, до сих пор не работает. Что, блядь, ей надо?